Но этот тренинг, он особенный, ребята. Многие вещи практические, многие вещи, которые реально помогают семье привести многих вещей в точку понимания. Как вы думаете, что самое главное является нашей семьей и к чему нас тянет вообще? Вот гармония, одно, еще? Взаимопонимание, уважение, еще? Взаимопонимание и так далее. А вы знаете, оказывается, самая важная вещь в жизни человека, это достигать уровень понимания. Понимание самая важная вещь. Почему? Сейчас объясню. Вот анализируйте, с какими родственниками вы общаетесь? С теми, которые вас понимают. С какими одноклассниками вы общаетесь? Которые вас в каком-то мере понимают. Согласны? С какими вашими можно сказать, посмотреть, на кого мы женимся? На та, которая хотя бы делит вид, что нас понимает. Согласны? На кого мы замуж выходим? На та, которая попытается хотя бы нас понять. Ну ладно, не все понимать. Мужчинам очень тяжело понимать женщину. Мужчина, который понимает женщину, наверное, не родился еще. По крайней мере, он старается. Вот такой. Понимаете? То есть мы всегда стараемся находиться рядом с теми, кто способен понимать нас. А вот этого добиться, оказывается, это главная мудрость. Главное наше, можно, достижение. Я хочу вам сказать, что на взаимоотношении все люди себя читают профессионалами. Все люди думают, что они все знают. Все люди думают, что их собственные мысли правильнее. Понимаете? Теперь внимание обратите. Одно из моих научных открытий, которые год назад сделали в области взаимоотношений, это какое? Оказывается, период жизни человека всегда есть два и более проблемные взаимоотношения. Два и более. И самое главное, это постоянно. Например, как? Вот у вас есть дальний момент в вашей жизни какие-то отношения, которые хотелось бы, чтобы они были по-другому. Например, возможно, это с сынями, возможно, это с детьми, возможно, это с начальником, возможно, это какой-то сотрудник, проблемный сотрудник, возможно, какой-то конфликтный клиент, возможно, какой-то, можно сказать, сосед. Вот никак не могу наводить с ней. Вот так постоянно. Вот иногда ходишь, домой придешь, мысли о ней постоянно. На мосту того, что думают. На работу идешь, мысли о конфликтном сотруднике не дают тебе покоя и так далее. Возьмите ручку и пишите имена тех людей, с которыми в данном моменте есть какие-то чуть-чуть тиране, вот так, предельки. Возможно, это муж, который не понимает. Возможно, это жена. Возможно, это брат, который иногда пьет, не понимает тебя уже. Возможно, это родители, которые ты хочешь донести, но не получается. Вот пишите имена тех людей, которые в дальний момент, вы чувствуете, вам хотелось бы, чтобы было бы лучше в вашем отношении. Пишите имена этих людей, ребята. Это классно поможет нам. Если они реально есть, и пишите. То есть, которые хотелось бы, чтобы было бы чуть-чуть по-другому. Пишите имена людей, и мы посмотрим, сколько человек у вас появится. Однажды одна девушка написала 28. И я сказал, девушка, дело в том, что вы самая большая проблема. Я верю. В моем статистике 2, 3, 5, но было максимум 11. У нее было 28. Это показатель характер. Да? Самое интересное, если не муж с женой здесь, вы не стесняетесь. Если вы чувствуете, что с женой иногда у вас тирание, иногда тяжеловато понимать друг друга. Это нормальное явление. Поэтому, не обижаясь, пишите имя, мой любимый муж. Понимаете? Это, не обижаясь, это нормальное явление. Это у нас работа. Такая жизнь. Ничего не поделиться с этим. Писали? Сколько человек? Пять. Пять? Два? Больше двадцати. Больше двадцати? Но вы же всего два писали. Пишите, пишите всех, пожалуйста. Один. Если вы пишите, мы поймем. Я вам хочу следующий шаг дам. Следующий шаг раскрывает. Вот знаете, бывают узлы, которые завязаны, которые непонятны, на эмоциональном уровне, и его можно развить. Раскрыть, я имею ввиду. Хорошо? Пишите имена этих людей. Сколько человек? Два. Два? Три. Три. Два. Два. Никого? Хорошо, хорошо. Подумайте. Вот на вас будем равняться. Четыре. Эгемберт Баке? Два. Четыре. Внимание обратите. Знаете что? Самое главное. Одни уходят, появятся другие. И вот это открытие у меня было. Я был в шоке. Окажется, в жизни человека не бывает абсолютно момент, когда нет ни одного проблемного взаимоотношения. Не бывает. У него, вот это, оказывается, стандарт. Это действительно реальный стандарт. Вот с мужем наладишь, начальник начнет. Начальником наладишь, каишником начинается. И думаешь, как с ним найти общий язык. С этим наладишь, кто-то новый появится. Вот, оказывается, просто людей меняется, сами люди, имена меняются, а сама ситуация остается. Кто бы не понял? Формат ситуации меняется, задачи меняются. И получается, что человек должен научиться добиться точки понимания. Потому что, где человек научится это делать, ему легче жить. Честно скажу вам, мы работаем с людьми. Вы согласны? В этом мире можете вы в одиночке быть счастливее? Вы можете в этом мире в одиночке быть успешнее? Вы одиночке можете быть реализованными? Просто никак невозможно в одиночке чего-то добиться в этом мире. Согласны? В одиночке это просто нереально, невозможно. Нет никакого уровня шкала роста на какой-то либо параметре жизни, где бы человек мог бы сказать, что в одиночестве он это мог сделать. Просто не существует. Не существует просто. Получается, что мы часть общества, и общество влияет. И общество становится часть нашей мечты. Мы хотим хороших детей. Мы хотим хорошую семью. Мы хотим, чтобы наш успех кого-то вдохновлял. Мы ради кого-то заботимся. Правильно? Вот это все, чего-то делим ради кого-то, что-то облегчит жизнь чьей-то или себя, или кому-то. И это все делится, оказывается, взаимоотношением. Вот так построено. Поэтому, исходя из этого, получается такая картина. Внимание, обратите. Поскольку человек в одиночке сам не мог быть успешным, счастливым и так далее, самая сильнейшая наука – это умение достигать точки понимания. Это самая сильнейшая наука. Например, я пришел к пониманию, что чтобы стать успешным в жизни… Внимание обратите. Я сейчас буду несколько вещей сказать. Колоссальные вещи. Чтобы стать успешным в жизни, чтобы стать успешным в жизни. Чему надо научиться? Знаете, чему надо научиться? Надо научиться, как организовать работу. Все. Все-все-все. Если ты умеешь организовать работу, неважно, ты в области политики или в области бизнеса, в области социальных мероприятий, научись организовать работу, ты успешнее станешь однозначно. Не обязательно работу делать самому. Не обязательно уметь это делать. Просто научиться организовать работу, у тебя больше успеха, чем у обычных людей. Подумайте. А чтобы организовать работу, какой язык тебе должно быть? Язык, который с машинами разговариваешь или с людьми? С людьми. О! Вы ее уловили? Смотрите. Успех зависит, значит, не от того, что у меня 20 дипломов, а от того, что насколько я умею работать с этими людьми. Успех от этого больше зависит. Да, дипломы нужны. Образование, но она второстепенно оказывается. По сравнению умения работать с людьми, дипломы оказываются на второй ступени. Вы представляете? Профессиональные знания стоят ниже. Например, доказательство это что мы видим с вами? Мы видим с вами, что есть некоторые люди, которые они вообще не сказали, что они гении или умные. Но они очень успешные. И мы видим таких людей, которые очень успешные. Десять дипломов. Но в жизни вообще не реализованы. Бедные живут. Некоторые из них станутся алкашами и умрет. Потому что не признанные гении. Они сами себе внутри кусают. У них горе от ума. Большинство из них от жизни уйдут так и не реализоваными. Почему? Потому что они не понимают этого. Я сейчас дальше буду говорить. О семье. Счастье. Чтобы счастье добиться в семье. Мы говорили успех, говорили счастье. Чтобы счастье добиться в семье. Счастье в семье. Я думаю, без семьи счастливее бывает так? Без семьи счастливее. Таких видели? Я думаю, это монахи какие-то, наверное. Но это не понимаю. Возможно, это другой какой-то уровень. Но в неземном жизни точно. Согласны? Вот так. Скажите, пожалуйста, в семье разве можно быть счастливым, если ты не понимаешь друг друга? Это просто нереально. Это тоже получается, что если ты умеешь понимание достигать в семье, счастье есть. Не понимаешь, не достигаешь, ничего не будет. Вот колоссальный механизм. Я еще хочу вам сказать, к чему я уклон делаю. Когда мой друг себя чувствует хорошим отцом. Когда он достигает точки понимания своим сыновьям, своим детям. Когда его слова без ответа не остаются. Когда его надежда не остается обманутыми. Согласны? Когда он смотрит своих детей, это наполняет гордость. Вот это мой ребенок. Когда он чувствует, что эти дети стали его гордостью. Когда где-то он идет, кто-то ему говорит спасибо тебе за такие дети. Это ничем не окупается. Это такое большое достижение. Согласны? Поэтому вот такой механизм и здесь. Получается, что везде самое главное, это достигать уровень понимания. А чтобы достигать уровень понимания, как вы думаете, что требует? Требует высокую мудрость. Мудрость. Ум не требуется. Ум обучает вас хитрости. Запомните. Чем умнее становится человек без мудрости, он станет хитрый. Чем человек станет умнее без мудрости, без духовности, он станет мошенником. Он станет вором, хитрым. Да, да, да. Посмотрите всех людей. Вы думаете, что они глупые эти воры? Они знаете, какие умные? Они такие умные. Ой-ой-ой. Они приделят деньги. Представляете, вот деньги приделывают. Фальшивые деньги придумывают. Они банковские счета сломают и деньги гоняют. А что, вы думаете, что глупые способны к этому? Я компьютер даже свое имя писать еле научился. Вы понимаете? Они очень умные люди. Но они этот ум направляют на вреда. Потому что у них не хватает мудрости. А мудрость его фундамент – духовный интеллект. Она с этого начинается. С формирования духовного интеллекта начинается именно мудрость. А с формирования духовного интеллекта начинается, появляются, можно сказать, хотя бы желания, понимания кого-то. Главный секрет того, что уровень понимания достигает – это что? Самому научись понимать других. Ты сам научись понимать других. Если ты поймешь, как это… Поймешь боль этого сотрудника. Поймешь его проблему. А вы знаете, ты самый близкий человек для него. Он для тебя готов все делать. Если ты поймешь, душа своего друга. Он куда пойдет постоянно сообщаться? К тебе придет. Потому что кто-то должен его понять. Уловили? Мужчины. Вспомните свои молодые годы. К каким девушкам вы ходили? Теперь неделя, ты видишь, что все ангели. Никогда не знаю, как это было. А кому? Девушка со стороны сначала выглядит красиво. Общается с мужчинами. Послушайте внимательно. Общается. Но если при один-два встрече чувствует мужчина, что нету понимания, он с ней, возможно, будет дружить, но жениться предлагать никогда не будет. Согласны? Общаться будет. Гулять будет. На кофе пригласить. И секуль пригласить. А вот жениться не будет. Почему? Потому что он чувствует, что эту девушку он не может доверять. Он не может ее уважать. Он не может ее... Да, он хочет иногда с ней просто развлекаться, общаться. Но потому что понимания нет. И где нету понимания, всегда будут раздоры и проблемы. Точка понимания достигает, какие механизмы нужны, я попозже буду пошагово рассказывать теперь.